Я представляю художественную группу Одесс, у меня двое коллег, Юлия Филиппова и Виктор Засыпкин. Мы привезли первую часть Одессе, Одессе и Донбасс, Киев, и в Одессе уже осуществляем Одессе и Донбасс, Одесса. Мы начали работать в 2015 году, и основной нашей целью было построение диалога через искусство в тот момент в городе Киеве, который принял очень большое количество людей. Нам хотелось расспросить, что это за регион, что это за города, из которых они приехали. И мы обратились к методу устной истории и ментальных карт, и провели 26 интервью с людьми из разных городов, и просили их нарисовать ментальную карту своего города, обозначить любимые места. Для Одессе очень важны две вещи, это интервенция и диалог с людьми, которые не идут в институт, они не идут в музеи, только таким образом, проходя, они сталкиваются с этой темой. Это также интерактивность, это взаимодействие, собственно, с участниками, которые рассказывают, налаживание каких-то даже внутренних связей между участниками. Мы работаем как раз таки с такими очень личными, интимными, теплыми воспоминаниями. И таким образом, одна из наших целей, тоже вывести разговор о Донбассе, только с политической темы, на тему более универсальную. То есть пространство дома, которое знакомо и понятно любому человеку, независимо откуда он родом, чтобы человек мог резонировать на личном уровне. Продолжение следует... Дарья приехала сюда, и всё это время она общается с людьми, она берёт интервью, создаёт новые арт-объекты. И вот эта тенденция, она именно в ключе современного искусства. Михаил Росковецкий и Семён Борисович Кантер, они говорят о том, что сегодня искусство должно причинять боль, сегодня искусство должно выводить из обыденности. Без боли мы не почувствуем эмпатии. Человек, который шёл по дороге, он попадал на карту одного из городов или посёлков Донбасса и сталкивался с ней. Попадал в гости к тем, кого интервьюировали. То есть он заходил в дом? Да, он заходил в дом, он заходил в личное пространство. То есть это очень большое доверие, с одной стороны, со стороны участников, и с другой стороны, это возможность непосредственного человеческого контакта. То есть нам очень сложно говорить о ситуации переселения. У нас огромный опыт, непроработанный опыт исторических переселений, переселенчества. То есть если мы возьмём историю Украины на протяжении XX века или там XVIII века, то мы всегда старались все переселения, перемещения замалчивать. Часть проблем, связанных с датой основания нашего города, связана с тем, что речь идёт о том, что здесь было татарское население, которое переселилось за Дунай, и те люди, которые здесь, вот одесситы в пятом-десятом поколении, это фактически те люди, которые сюда по разным причинам переселились. И в течение XX века переселения людей, перемещения, в том числе недобровольные перемещения, у нас недоосмыслен, недоговорен опыт переселенчества, перемещения, связанный с войной. То есть моя семья там помнит, как они жили во время войны в Байрам-Али. Но то есть это не то, что расскажешь первому встречному. То есть опыт переселенчества — это тот опыт, который остаётся с человеком. Это один из форматов исторической травмы, и поэтому в этот проект мы включились со стороны организации Hubs of History, которую курирует профессор Оксана Андреевна Довгопулова. С этим проектом, который позволяет осмыслить опыт, осмыслить ситуацию, не пользоваться термином общим, который обманывает нас, который не даёт нам реальное представление, там, переселенцы, кто это, кто эти люди, а увидеть каждого отдельного человека. Он делает меня более человечным. С одной стороны, это ситуация обрезания сердца, как Шейлоки у Шекспира. То есть когда ты впускаешь в свою эмоциональную сферу другого человека. Ты слушаешь вот эти рассказы, истории о том, как там человек под бомбёжкой, потому что бомбёжки надоели, идёт и пропалывает огород. То есть, понимаете, да. То есть это параллельные жизни. Это то, о чём бы я иначе никак бы не узнал. И я благодарен тому, что я узнал это. То есть это делает сильнее не только тех людей, которые это пережили, но и нас, которые к этому прикасаются. Когда я провожу интервью, я задаю вопрос обычно, когда вы решили переехать. Этот вопрос, который тоже ставит человека сразу в категорию, то есть что он переселился такой немного. Вопрос проблематичный. И один молодой человек мне ответил, что он решил переехать, когда ему исполнилось, не помню, 8 или 10 лет. То есть он перевернул мой вопрос о переселении и об этом конфликте на вопрос более нейтральный, имея в виду, что он давно хотел переехать. И это был только такой ещё один толчок. Один очень трогательный момент был связан с интервью достаточно взрослой дамы, которая обозначила на рисунке. То есть нарисовала растение, подписала «Я фикус». Это было очень трогательно. И для неё же… Ну тут очень такой символическая вещь этот фикус, потому что фикус – это тропическое растение, тоже в каком-то смысле переселённое. И в итоге того очень трудно переносящие переезды. Можно увидеть вот разные способы мышления, разные способы представления вот этого понятия «дом», понятия родного места. Вот история с фикусом, да, она казала мне совершенно другую сторону эффекта этого проекта, о которой я не думала, честно говоря. Что вы меня говорите? А о том, что Ольга Минишна, когда я с ним говорила, приглашала её проект, приглашала на интервью, она говорит, «Не, я, конечно, расскажу, то есть проблем нету, я, ну, не боюсь, то есть она несколько раз почерпнула, я не боюсь, да, то есть потому что очевидно она ожидала, что я буду её убеждать, что бояться не надо, что мы не вредны, да, что мы ничего там плохого не сделали, она говорит, «Я не боюсь, да, знаете, я не хочу вспоминать». У меня такое чувство, что в моём доме потоптались, вот потоптались, она вспомнила, у них был дачный домик, куда ломились кто-то, и вот они приехали на дачу, да, а там всё вот перевёрнуто, и она говорит, там ценного-то ничего не было, ну, противно, потому что вот кто-то, и вот у меня такое ощущение, что когда я вспоминаю дом, у меня возникает какое-то ощущение, что там потоптались. В принципе, того, как три с половиной часа Даша с Ольгей Минишной говорила, Ольга Минишна, вот это вот ощущение потоптанного дома, ну что? Это я уже не знаю, вы знаете. Да, это мне уже, это десятки лет мирной, хорошей жизни, да, они снова-то её актуализировались. Если Владимир говорит о том, как влияют люди, которые переехали в Одессу, на саму Одессу, Ирину сначала расположили в Куяльнике, историю, с которым, наверное, все знают, но немногие знают, что там было много людей с ограниченными возможностями, может, неправильно говорить, её пригласили в Одессу, и помогли выходить, именно одесситы, из Луганска, когда она выезжала. И в Куяльнике, как вместе с другими людьми с ограниченными возможностями, они очень долго добивались, чтобы его обеспечили пандусами. Они этого добились. И в этом году там отдыхают тоже другие люди с ограниченными возможностями. То есть это такая для них тоже победа. Они туда выехали, она живёт на Узановке, но она в интервью, вот в конце этого видео, она тоже говорит, что это мой город, и я хочу его изменять к лучшему. И она очень активно в Одессе участвует для того, чтобы обустроить её для людей с ограниченными возможностями. И, по-моему, это прекрасно. Ну, а в Одессе она живёт сама на втором этаже в общежитии без пандуса, что очень усложняет её каждодневную жизнь, потому что она просто с трудом спускается с этого второго этажа. Станислав, наш герой, его жена Марина, они приехали из Макеевки. Они снимали очень много квартир в Макеевке, то есть у них не было такого стабильного жилья какого-то. Он в интервью говорит о боязни укорениться и о том, как это парализует во многом его жизнь в Одессе. Боятся пустить корни, потому что боятся, что не придётся переезжать ещё. Тема дома — это как попытка уйти, вернее, не попытка, а как фокус уйти от политических вопросов. Перевод на человеческое, на тот универсальный какой-то смысл, который стоит за домом. И в этом смысле первая презентация, Дарьи, она обращалась к нам. Я имею в виду в данном случае жителей, допустим, Одессы, потому что это в Одессе происходит. Один из основных смыслов было то, что на территории Украины существует всё-таки некий негативный какой-то стереотип. И вот как бы через этот проект это уход через стереотипа как бы жителей Донбасса, который был, вы проговаривали про это. Это как бы один фокус для того, чтобы, ну то, что называется очеловечивать, да, через человеческие истории, через нарративы. И второй, вообще тема дома и подобного рода презентации, они для Одессы и других городов, где подобные вещи происходят, это площадка, ну скажем так, повод для говорения и решения, обсуждения решения вопросов, жилищных вопросов для переселенцев, которые очень острые везде стоят, да, то есть это как бы такие вот несколько фокусов. Этот проект ориентирован на то, чтобы, ну каким-то образом менять или вот колебать, да, как бы вот вот этот, ну условно говоря, существующий или в определенных каких-то уровнях существующий негативный стереотип людей, жителей Донбасса. Вот это уже вопрос как бы к аудитории, ну скажем, к нам ко всем, потому что, ну это один из вопросов, которым я как бы тоже озадачена профессионально. Подобного рода проекты. Влияют ли они, что нужно делать и как нужно вот в этом направлении еще что ли работать для того, чтобы вот этой жесткой разделенности не было, которая собственно так или иначе присутствует. Вчера я участвовала в интервенции, коммуницировала с людьми и для меня это был такой вот совершенно замечательный опыт. То есть большинство, естественно, проходило просто мимо. Кто-то даже там на великах останавливались и прямо там стоя на велике человек разговаривал и спрашивал, что это такое, что здесь происходит вообще и зачем. Что меня вдохновило, это готовность действительно войти в контакт с этой памятью. Одна женщина очень так вот как-то с готовностью зашла в гости. Я ей сказала, что вот это дом, заходите в гости. И она раз-раз-раз пошла, причем, что меня вот как-то так тронуло, да, что она пошла искать, она поставила свои сумки, она шла из супермаркета, она поставила свои торбы в стороночке и пошла заходить через вход. То есть она была с другой стороны, можно было переступить через стеночку и постоять внутри. Она обошла, зашла, причем вход был узенький, она так вот, вот так вот, так вот зашла в комнату, зашла, посмотрела вокруг и точно так же вышла. Да, то есть вот ритуал захода в гости был соблюден. И потом она долго-долго рассказывала о том, что правильно вспоминать мирную жизнь, потому что когда мы вспоминаем мирную жизнь, мы ее как бы и приближаем заново и создаем вот какую-то, ну вот она говорила о мыслеформах, да, но действительно создаем образ мирной жизни, который нас туда вернет. Кто-то говорил о том, что с очень большой уверенностью, что это очень такой трогательный момент вот с женщиной, Даша это описала в посте вчерашнем, когда женщина с девочкой подошла и сказала, Макеевка, да, у нас у меня подруга живет в Макеевке с детьми, они там, я сейчас фотографирую и ей пошлю. Вот, то есть такой какой-то мостик, который возник вот в этой ситуации, я сказала, что скажите, будете посылать, скажите, что мы их помним, что они наши люди. Да, то есть такой вот какой-то момент человеческих таких включений, агрессии не было никакой. Как вы находите участников или они находят вас? Во-вторых, у меня вот вопрос по возрастной статистике. Я был на выставке сегодня, видел там, что разные возраста, есть кто-то 10, кому-то 10 лет, там 40, 50. Не замечаете ли вы какой-то тенденции, например, вот мое впечатление, что большинство тех, кто остались, это пожилые люди, у которых нет возможности уехать. И те, которые смогли уехать, это больше как бы молодежь, у которых есть как бы энергия, мотивация. Я очень часто езжу в прифронтовую территорию с или образовательными мероприятиями, или с командой, которая разводит гуманитарную помощь. Мы, например, приезжаем в школу, я знакомлюсь с человеком, подхожу к людям, говорю к работнику, одному из работников школы, к любому преподавателю, который вижу, немножко такой открытый, активный, и начинаю общаться, говорю, кто я, спрашиваю, кто у вас не уезжал из дома, кто здесь живет, из местных, с кем можно пообщаться. Меня подводят к другому, ну вот так вот было, например, с этой девушкой, это учительница школы, и она никуда не уезжала. Мы с ней познакомились, я очень открыто стараюсь рассказать как можно больше о себе, это располагает, и большинство людей соглашается дать интервью. Есть люди, которые говорят, нет, нет, спасибо, мне тяжело говорить об этом, или я не умею рисовать, я не настаиваю, и мы тогда переходим на другую тему, и забываем о предложении, да, но большинство людей соглашается. Также есть вторая категория, это люди, которых я уже знаю, наши активисты, волонтеры, с кем мы пересекаемся по работе, которые там живут, это, например, Лилия Швец, которая здесь, калаш, ее рисунок, ее дом, она очень активная женщина, смелая и вообще поразительная, которая спасла большое количество людей, ее дом, там, если подойти присмотреться, у нее два окна нет, вместо них фанеры, он находится возле крайнего блокпоста, в селе Трехизбинга, Луганской области, и мы с ней знакомы просто, и я ей предложила, рассказала о проекте, предложила поучаствовать, хотя она согласилась. По возрастам у нас как раз первые, кто пошли на контакт, это как раз люди более старшего возраста, вот Владимир, Ольга Ильинична, а как раз с молодыми, да, у нас сначала вышло так не очень, вот Вася спрашивал наших ребят, которые на философском факультете сейчас учатся, и девочка согласилась, а потом сказала, не, я не буду давать интервью, да, то есть вот такое тоже возможно, да, поэтому тут очень сложно, наверное, по возрастам говорить, то есть, конечно, кажется, что молодым легче приехали, адаптировались, начали жить, а выходит в жизни очень по-разному, и восприятие этого очень разное на самом деле. Если этот человек через какое-то, ну там, вдруг детство, да, если через какое-то количество лет он пошел не туда, да, и как бы там стал предателем, условно говоря, или взял оружие, я не знаю, ну какие-то такие вещи, то это не отменяет как бы того, что у нас было общего прошлого, то есть как бы люди обрезают собственные вот результативности прошлой, и мне кажется, это тоже очень большая проблема, ну как бы вот в выстраивании будущего. Вчера я рассказывала своему очень хорошему приятелю о том, что мы делали, я как раз с ним встретилась после нашей интервенции, говорю, представишь, мы делали вот такое-такое-такое, он говорит, ты знаешь, я бы не пошел. Я говорю, чего? он говорит, ну ты же понимаешь, я же травмированный, я не пойду, я не могу себе. Он сидел такой вот какой-то с таким побитым видом, говорит, я не пойду туда, вот на такие вещи я не поведусь. Ну, он отдает себе отчет. Травмированность вообще всей ситуации, то есть с 14-го года, да, он отдает себе отчет, что ему снесло крышу. Как ее ставить на место, он не знает, но он понимает, что снесло. Ну, а ты все вообще на эту тему говорить не можешь? Или это некое отношение с... Он не хочет себя ставить в ту ситуацию, когда ему снова станет больно, и, ну, он, например, у него вчера был день рождения, он всегда праздновал дни рождения в своем одесском дворе, туда приходило по 50 человек, и там выставлялись столы, с 14-го года он это прекратил. Он говорит, я не представляю себе, как я устрою вот это вот празднество сейчас. Тут реакция, именно я просто не хочу вступать в травматическую зону. То, что говорила Дарья, про то, что вот, ситуация войны, ситуация изменения пространства, про то, что меняется отношение, ну, как бы, в настоящем меняется отношение к прошлому, да, то, что было еще до этого. И в этой связи я хотела вспомнить еще про Крым. Как бы, тоже у меня вот просто, как бы, такое по ассоциативному ряду пошло. К сожалению, Крым выпадает из публичного пространства, и если говорят о войне, про переселенцев, теми дома, то говорят в основном про Донецк, вернее, про Донбасс, собственно, и очень мало, ну, вспоминают еще людей, которые пережили это же еще с Крымом. И я заметила еще, когда, собственно, как бы Крым случился, скажем так, даже трудно это называть, я обратила внимание, что это касалось не только переселенцев, но в Крыму уже на протяжении, там, десяти с небольшим, лет 15, очень интенсивная была работа на интеграцию, на то, что сейчас во многом делается на Донбассе, на активизацию людей, на осознание своего места, и так далее, и так далее, и так далее. Очень много было. И я даже знаю, что там разного рода международники туда заезжали и говорили, что Крым на тот момент был как раз местом позитивного опыта превенции конфликтов. Перемещенное культурное пространство это вот то, что было культурным пространством в Донецке, например, и переехало в Киев, да? То есть вот в более широком смысле вы это не рассматриваете? Повлияли ли каким-то образом вот эти сдвиги чисто людские, да? То есть то, что люди переезжали на перезагрузку каких-то вот культурных, что мы понимаем под культурным пространством, да? Вот так вот. Вот безусловно, вот даже в прифронтовых городах, если брать, то, например, тот же пример Стравельска, да? Это город, который почти в два раза увеличился по количеству населения благодаря перемещенным на СОООН, или Краматорск, или Мариуполь, да? Это большое количество новых платформ. Безусловно, это активизация, да, местных сообществ благодаря вливанию этих активных людей из Донецка, из Луганска, из других городов, о которых часто просто не говорят. И да, это как раз вот то неявное, то ментальное, та ментальная карта, которая у каждого из нас, наверное, есть в голове, но она нигде не презентована, и в том числе в публичном пространстве. Мне вот очень импонирует проект Одиссея тем, что он как раз презентован в форме таких интервенций в публичное пространство. То есть это такое прямое вмешательство о том, что эти люди есть. Многие люди спрашивают себя, достаточно ли они сделали для того, чтобы этого не случилось. И о том, что было напрасно или не напрасно, вот то же самое я слышал от Елены Стяшкиной, профессора Донецкого национального университета имени Василия Стуса. Вот она тоже спрашивает себя как бы часто, очень достаточно ли они сделали для того, чтобы этого не случилось. И вот мы подошли к этому ключевому вопросу, может ли культура или искусство как было заявлено в дискуссии решить социальные проблемы или остановить войну. Вот, наверное, танки и там военных солдат и грады она не останавливает, даже если сделано очень много. И тут, к сожалению, мы в таком, в этом поле мы бесполезны. Но то, что было сделано, то, что было, да, дает нам какую-то, может быть, веру. Культура существует в таком, в экзиле и очень важно ее сохранять, но опять-таки аннексия и оккупация, да, а не конфликт или там другие какие-то слова. То есть, мне кажется, это очень важно подбирать правильные терминологии. Несмотря на то, что переселенцы из Крыма и Донбасса, они разные, но для Украины, мне кажется, очень важно удерживать оба фокуса. Все-таки общая территория. Когда мы касаемся конкретных людей, не категории, а конкретного человека, мы видим другого человека. Он другой, он не такой, как он. но мы можем разделять опыт. Когда я осматриваю эту картину и буду чувствовать, что я там жил. Но я понимаю, как он жил. И вот в этом фишка. Не вообще люди, которые переселились и имеют какой-то комплекс проблем. Потому что можно подумать, ну вот, что нарисовали конкретного, ну ладно, вот у нас есть другой, более достойный. Нет, фишка в том, что мы как раз становимся рядом с этим человеком, понимая, что он не я, другой человек. А это возможно только тогда, когда мы показываем конкретного человека. Это не я стать таким, как я. А это именно солидарность. Солидарность возможно так, где я понимаю, что мы все абсолютно разные, но у нас есть некий общий опыт. И этот общий опыт мы можем разделить. И это условия выживания сомнения, что там было. Знаете, есть такая техника, лист нарисовывается, ну сначала рисуется, потом лист нарисовывается черный, а потом просто капливается вот туда, до того, класта. Мне кажется, что для тех, как вредных людей это была возможность так пройти через этот черный пласт, восстановить вот эту глубинную связь со своими истоками и перевести это в такую долговременную позитивную память, как то, что поддерживает человека в этом мире. То есть это очень психологичный проект и удивительно, ну, идея. У нас просто была такая встреча Западной Украины и Восточной Украины, Ровно, Львов, Винницин, это Центральная, Одесса, мою область в Порожье, Славянск и Светоморск. И среди людей были переселенцы. Вот. И вот этот диалог, который хочется построить и хочется, чтобы эта нить была, и я подумала, что она будет вечер следующая. И начну мы с того, что мы будем здесь, мы дома и умениваться, потому что мы все хорошие люди и когда мы встречаемся, тем не менее, какие-то фразы друг друга нас ранят и мы каким-то образом в дергивую из пространства именно то, что ранит нас, а не то, что нас объединяет. И вот эта попытка сокровенного, глубинного, она как раз есть попытка убедить, что-то очень тратить и она за каждым не издала. Вырвали у Вас такие дома, которых уже на самом деле нет на карте, которые остались только в памяти и остались только в виде милового рисунка на асфальте. И я хотел спросить, отличаются ли между собой эти рисунки того, что есть на самом деле просто нарисованы по воспоминаниям или то, чего уже на самом деле нету и осталось только в памяти. Здесь закрывают чувства, здесь еще нет написаний, здесь есть есть даша сделала и с и 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 в que и 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 было весело, когда они сравнивали, а что ты комнату нарисовал больше, чем у меня, у меня на самом деле комната больше, он говорит, а я еще, наверное, стеночку переставил, то есть такие вот штуки, как это работает, восприятие образца, витуальное, субъективное. Мы долго там обсуждали с ребятами, в чем прелесть узной истории, почему субъективность имеет смысл, почему мы не обязательно должны опираться только на объективные источники, почему нам важна эта субъективность, чтобы восстанавливать картину прошлого, понимать людей, которые действуют. Помню, что Донецк, это город Росс, и что можно было зайти в книжные магазины, публиканистические, когда здесь на макулатуру купали, там сменцы, да, было, ну, все помнят, магазины, куда дотроносились в макулатуру, купольчики, и могли купить золотую библиотеку фантастики, или детективы, или пластику, там было все, в Донецк, туда загрузили, там была музыка любая, пластинки любые. Это было очень красиво, очень хорошая субтитра, и очень-очень университет. В каждом городе нет энергии, а в каждом городе есть энергии, разные, которые легко приглашают всех в дом. Вот за три года я не был в гостях ни у одного водителя, ни у одного. Ну, мне кажется, что еще большого приглашения, как мы будем жить дальше. И когда большая масса людей приезжает, то всегда, ну, есть опасность, что она, если не установят даже свои правила, то на очень важные правила, да. И вот то, что они другие, но соседи, на то, что они тоже бережно относятся к другому пространству этого общества, я уже слышала, по словам, по словам, те, кто рисует свою познательность, уже не готов говорить. Да, я согласен. И дети. Очень рада, конечно, на то, что я не могу сказать. Дети, они хотят рисовать, но они и спрашивают, я их тоже спрашиваю, если вы знаете, что такое, этот плац, слушая, я же говорю. То есть в этой ситуации мы все несем в себе вот это обретенное пространство и время. И мы, кстати, на этом проекте, вот, регулярно у них детей, которые, благодаря какому способу интервью, я узнал, какие у них местные любимые, кто у меня дальше. Да, вот они это рисуют, это я пишу, что это трамвай. Здесь интересно было бы, действительно, что были совершенно разные реакции разных людей. И мне кажется, вот, продолжая музыку, которую мы говорили о том, что была наша крепость, вот такое вывод в публичное пространство, совмещение публичного пространства и личного, сакрального пространства и обыденного пространства, это действительно колоссальный опыт, который выделяет огромное количество энергии. Это первое. Второе. Люди красные, действительно, подходили. Один ребенок на площади возле фонтана, на Крымской, сказал, «А, вы в Донецке рисуете? Да, я был в Донецке, я живу в Донецке, у меня там двухэтажный дом». И ребенок перемел, рисунок, говорит, «Ну да, я это сделаю». И в плане языка, общего языка, который мы находили, это было тоже потрясающе, когда дети, видя, что мы рисуем, спрашивая, что вы делаете, мы рассказывали, мы говорили, а можно вы тоже? То есть мы давали мему, и они были, мы говорили, на своем пространстве, мы говорили, на своем пространстве, но здесь была та же практика. Та же практика, тот же язык, использование того же языка, рисунка для общения. И действительно, мне кажется, что только достаточно смелый человек, достаточно мужественный человек способен выйти с рассказов о этом интимном, публичном пространстве, во-первых, и во-вторых, именно такой язык, может быть, непонятен он. То есть всегда останется момент недопонимания. И возвращаясь к вопросу, что такое искусство, искусство – это как раз иллюзия понимания, когда он начинает искрить, когда вы чувствуете вот эти вот инсайты и моменты прикосновения к другому. Прикосновения к другому не благодаря языку и следству выражения, а вопреки этому языку и следствам выражения. Субтитры создавал DimaTorzok